Добрый день дорогие друзья, добрый день те кто смотрит нас в записи, мы приступаем к нашей сегодняшней теме, освещению нашей сегодняшней темы университетской библиотеки онлайн в вузовской библиотеке. Для тех кто нас смотрит в записи прошу поставьте лайк или онлайк нашей записи, потому что чем больше обратной связи от вас, тем выше наша запись поднимется в рейтинге ютуба, тем больше народы ее увидят. Ну что ж, а теперь я собственно приступаю к нашей теме, мы сегодня поговорим об университетской библиотеке онлайн, которая является флагманским продуктом компании Директ Медиа. Этой осенью мы уже встречались в Директ Академии, поговорили об использовании университетской библиотеки онлайн для преподавателей, для студентов, осветили еще некоторые вопросы. А сегодня мы поговорим, как же использовать университетскую библиотеку онлайн именно в вузовской библиотеке, то есть осветим в основном то, что касается библиотекарей и их роли в том, чтобы электронная библиотека нормально функционировала в рамках вуза. Ну не обязательно вуза, да, университетская библиотека онлайн поставляется также и средним учебным заведением, вот, так что под вузовской вы понимаете такое обобщенное название, а кстати ряд поставок у нас есть и в публичные библиотеки, так что это надо понимать несколько обобщенно. Ну прежде всего, чтобы вы понимали, каково ваше место, если вы библиотекарь, каково ваше место в иерархии уровней доступа. Сейчас я настрою себе рисовалку и начну отмечать. А вот тут на этом слайде представлена иерархия уровней доступа. Есть некий нижний доступ, он же, по сути дела, и самый главный, это студенты и абонентная организация. Нет, давайте так вот, соединим их скорее, вот студенты. Это уровень доступа, с одной стороны, с наименьшими правами, а с другой стороны, это те люди, ради которых, собственно, все и делается. И мы существуем, и, ну и, собственно, и вузовская библиотека тоже в основном ради студентов существует. Вот, второй уровень доступа, некоторые, это преподаватели и абоненты организации. Вот так вот их обозначим. Это люди, которые работают в вузе, преподаватели непосредственно со студентами. Абоненты организации, это, ну, административный состав вуза, возможно, аспиранты, вот, как-то так. У них примерно одинаковые права, немножко повыше, чем у студентов, им позволено делать разные операции, которые студентам недоступны. Вот, но это все равно не высший уровень прав. Ну и, наконец, высший уровень прав, обращаю ваше внимание, высший уровень прав в рамках вуза, это то, что у нас называется корневой пользователь или администратор, или, с точки зрения функциональной, это, собственно, библиотекарь. То есть тот, кто обладает максимальными правами по управлению пользователями библиотеки в рамках вашего вуза, по управлению контентом, по получению всяческой статистической информации о том, что происходит, по экспорту-импорту информации из университетской библиотеки онлайн, ну и так далее. Вот, надо понимать, что кроме этих уровней доступа есть и другие, о которых мы сегодня говорить не будем, но которые существуют в рамках нашей системы. Это, конечно, администраторы высшего уровня от нас, которые управляют всеми вузами. Также есть учетки, связанные с авторскими правами. Это для авторов. В этих учетках авторы могут контролировать, как происходит использование тех книг, которые помещены в университетскую библиотеку онлайн, их книг, под их авторством. Ну и некоторые другие, может быть, вспомогательные уровни доступа. Но на уровне вуза библиотекарь – это высшая роль в информационной системе. И мы сейчас рассмотрим то, что библиотекарь может. Во-первых, как вам войти в вашу учетку и посмотреть в ваш личный кабинет и посмотреть, что там можно делать. Вот это правый верхний угол главной страницы нашего сайта. И на нем есть вот такая вот, здесь заблурена фамилия. Здесь название вашего вуза. В данном случае я скриншот брал из тестовой организации. А здесь такой маленький треугольничек. На него нажимаете. Вот здесь вот. На него нажимаете и вываливается вот такая маленькая менюшка, в которой нас сейчас будут интересовать вот эти вот два пункта. «Мой вуз» и «Статистика». В этих двух вкладках расположен основной функционал библиотекаря. Переходим по вкладке «Мой вуз» и попадаем вот в такую вот, примерно вот в такую вот систему вкладок. Основной функционал располагается здесь. Ну и немножко мы поговорим еще об этой вкладке отдельно. И об этой вкладке, где тоже есть некоторый функционал. Перечислим те вопросы, которые мы сегодня... Основные вопросы по функционалу, которые мы сегодня будем обсуждать. Но кое-что еще дополнительную информацию тоже я вам сегодня дам. А, да, я забыл в самом начале вам указать на то, что, как всегда, во вкладке «Ресурсы», точнее в окошке «Ресурсы» расположена презентация, которую вы можете скачать. В презентации есть некоторое количество ссылок, небольшое в основном в конце. Но я все-таки рекомендую вам скачать для доступа к окошку «Ресурсы». Вам надо посмотреть вот сюда, но кто первый раз еще это не делал никогда. В правом верхнем углу вы увидите серую кнопку в виде папочки. Нажимая на эту кнопку, вы можете включить или выключить окошко «Ресурсы». Вообще, лучше держать его выключенным, тогда презентация будет больше. Но на время скачивания можете его включить. Примерно вот где-то, там, вот здесь у вас откроется одна единственная строка. Это презентация сегодняшняя. Нажав на зеленую кнопку рядом слева от названия файла, вы можете его скачать. По крайней мере, так вы можете сделать на большом компьютере. Что касается гаджетов, там по-разному. На некоторых работает, на некоторых не работает. Это, ну вот, примерно так это реализовано в Мирополисе. Вот, ну, по этому поводу я сказал, наверное, достаточно. Давайте продолжим. Итак, мы сегодня поговорим о следующих возможностях библиотекаря. Это прямо по пунктам меню информация о подписке, рассылка, пользователи, показатели ЭБС, книгообеспеченность, импорт записи Русмарк, информация о недоступном контенте, статистика контента и поисковые выборки. Давайте вот по этому и пройдемся. Итак, информация о подписке, она находится в меню, находится вот здесь. Мы сейчас прошли мимо вот этого пункта, о ВУЗе. Ну, там стандартная информация, о которой о ВУЗе надо запомнить. Ваш логотип, название Вашего ВУЗа, чтобы все нормально высвечивалось, когда будет нормальная боевая работа с ЭБС, чтобы для всех было понятно, с каким ВУЗом он работает. Вот, ну, а информация о подписке, это, собственно, доступные в данный момент для Вас разделы и книги. Вот, вываливается вот такой вот список разделов, каждый раздел открывается, в разделе можно посмотреть уже что-то конкретное и, в конце концов, ну, в данном случае вот здесь аудио, аудиокниги, раздел, в нем выбран какой-то пункт и вот тут сразу переход уже к кликабельной части, где можно отсюда уже запустить прямо книжку. Далее, здесь же расположена вкладка, которая называется «Движение фонда», на котором Вы можете сравнить разные состояния Вашего фонда в Университетской библиотеке онлайн в разные промежутки времени. Я хотел бы отметить, что можно работать с некоторыми сохраненными состояниями. Состояние фонда – это, в общем-то, такой достаточно большой объем информации в базе данных, поэтому он не хранится, ну, то есть он не обновляется ежесекундно. Нельзя сравнить любой день из прошлого с любым другим днем. Но можно сравнять любое сохраненное состояние с любым другим сохраненным состоянием. Если Вы ничего не предпринимаете, то Ваша университетская библиотека онлайн периодически сохраняет состояние, если не изменяет память, раз в месяц или даже раз в две недели. Ну и кроме того, Вы можете сами, своей волей запомнить текущее состояние подписки на сегодняшний день. Вот есть такая кнопка. Если сегодняшний день чем-то примечательен, например, Вы продлили подписку, или было какое-то серьезное пополнение книг, то имеет смысл нажать эту кнопку. Далее Вы можете сравнивать любое состояние, сохраненное с любым, либо с актуальным состоянием, даже не запоминая его. То есть то состояние, которое существует прямо сейчас, не требует сохранения, вообще говоря, чтобы с ним сравнить. Вы можете его сохранить только для того, чтобы оно сохранилось для будущих периодов сравнения. При сравнении производится, да, можно получить это на экране, можно получить в виде Excel файла. И в этой информации есть два, ну, если это файл, то две вкладки. Это добавленные книги и удаленные книги. И Вы можете точно понять, какие книги пришли и какие ушли с такого-то по такой период. Рассылка. Вы можете подписаться на рассылку информационную. Ну, во-первых, Вы можете подписаться на рассылку, которая по контенту, то есть что приходит, что уходит. Впрочем, как я уже говорил на предыдущих своих вебинарах, сейчас уже есть достаточно удобный функционал общий, не только для библиотекарей, по новинкам, который может Вам рассказать о новинках, которые пришли вот тоже с любого периода, по любой период. Вот. И, наверное, в этом плане, может быть, такая информационная рассылка уже немножко и устарела. Но, тем не менее, Вы можете получать такую информацию на Вашу почту. Ну, также рассылка может быть просто на новости компании Директ Медиа. Если Вас это интересует, тоже можно нажаться на кнопочку и подписаться. Пользователи. Управление пользователями – это такая одна из самых трудоемких частей нашей электронной библиотеки, функционала нашей библиотеки, который связан с тем, что в ВУЗе, как всегда, достаточное количество студентов, которые должны пользоваться услугами библиотеки, плюс еще какое-то количество преподавателей. И все они должны быть зарегистрированы у нас. То есть у каждого из них должна быть своя учетная запись. В этой учетной записи должны быть достаточно точно отражены параметры этого аккаунта, в частности, фамилии, имя, отчество и e-mail, как минимум. Ну и роль, разумеется, чтобы студент не стал преподавателем. А за всем этим Вы должны следить. Да, кроме того, важно, чтобы Ваши преподаватели были очень точно записаны, то есть их фамилия, имя, отчество точно была представлена, потому что без этого преподаватели не смогут пользоваться сервисом RINC и не будет работать обмен информацией между университетской библиотекой онлайн и сайтом e-library. Например, откуда берется информация, текущая информация о индексицитировании Ваших преподавателей. Для работы с пользователями есть соответствующий функционал. Вот он включается вот здесь. И здесь есть несколько возможностей работы со списками пользователей. Во-первых, ну вот здесь показан уже какой-то введенный контингент, такая вот большая табличка, в которой можно, вы можете ранжировать эту табличку по любому из столбцов. Это ID, фамилия, имя, отчество, логин, e-mail, день рождения, если он есть, тип пользователя. Это, собственно, один из трех типов или из четырех, которых я Вам показал. Это роль, да, студент, преподаватель и так далее. Ну и тут могут быть еще разные другие варианты, о которых сейчас не буду говорить. В этой табличке, как я уже говорил, Вы можете ее отранжировать. Причем ранжирование этой таблички, возможно, на двух, сохраняется два уровня. Текущий под высоким приоритетом и предыдущий под более низким приоритетом. А, ну, это говорит о том, что, например, если Вы хотите, если у Вас список был ранжирован по фамилии, имя и отчеству, и Вы теперь его отранжировали, ну, например, по ID. Нет, лучше не так, по типу, вот, то тогда у Вас, ну, например, вперед у Вас выйдут преподаватели, но внутри преподавателей у Вас будет сохраняться алфавитный список. Дата регистрации, конечно, да. Да, я, ну, здесь вот почему-то, да, это вообще-то, почему-то здесь день рождения, не помню. Надо уточнить, я почему-то всегда считал, что это, как правило, это поле не заполнено бывает, поэтому вот у меня здесь день рождения проставлен почему-то. А вот, убедили, хорошо. Вот, таким образом, здесь такое двойное ранжирование поддерживается. Далее, как Вы можете вообще заносить новых пользователей? Самое простое, если у Вас частный случай, Вы можете добавлять пользователей по одному. Ну, или если у Вас есть информация обо всех Ваших пользователей, или у Вас есть список, Excel-список с теми пользователями, которые надо добавить, например, первый курс новый или несколько новых преподавателей, то это можно сделать списком и импортировать табличку списком. Вот так выглядит регистрационная форма, если Вы это делаете для одного человека. Здесь Вы должны не забыть поставить тип пользователя, преподаватель, студент или пользователь организации. Как я уже говорил, обязательно введение фамилии и имени. Отчество, видите, тут без звездочки поставлено, но для преподавателя очень надо, чтобы отчество тоже присутствовало. Ну, по крайней мере, для тех людей, у кого оно есть. Понятно, что отчество существует не для всех, только вот в российской традиции, да, если люди с нерусскими фамилиями, у них может отчество и не быть. Вот, обязательно e-mail и логин. Логин может быть вполне мнемоничным, вот, e-mail действительным. Вот самое главное, чтобы e-mail был действительным, потому что пользователям на их e-mail могут приходить уведомления. Вот, ну, это вот такой вот ручной режим. Режим импорта таблицей предполагает, что Вы посылаете какую-то таблицу установленного образца с тем, чтобы обменяться данными. Вот так выглядят эти таблицы для импорта и для обновления. Это их шаблоны, по которым надо это все заполнить. Вот, да, ну и всегда есть, конечно, способ, если, особенно если Вы впервые подписываетесь на университетскую библиотеку онлайн, просто нашим админам прислать Ваш большой список. Они помогут Вам ввести Ваших пользователей тогда самостоятельно и нагенерить пароли, ну, и так далее. Вот, важно при этом, все-таки важно, чтобы данные были правильными фамилиями, фамилиями и отчества и e-mail, как минимум. Показатели EBS – это такая часть EBS, в которой отражаются основные габаритные параметры. Вот, когда-то, достаточно уже давно, лет 5 назад, когда существовал у нас приказ 1953, где нормировались показатели EBS для ВУЗа, это была такая достаточно важная информация. Сейчас это просто информация к сведению об общем объеме EBS, о количестве учебников, отвечающих требованиям, там, изданных за последние 10 лет, а для дисциплины гуманитарного социального и экономического цикла за 5 лет, количество учебно-методической литературы, количество научных монографий, количество научной литературы, количество изданий художественной литературы. Ну, это у нас не главное, конечно, но такая тоже есть, в основном в разделе неправном, там, где хранятся у нас издания, на которые права уже перешли в общественное состояние. Количество представленных издательств, количество наименований журналов, ну, это какие-то достаточно старые данные, сейчас гораздо больше цифр уже у нас, ну, в частности, журналов больше, из них количество наименований журналов из перечня рецензируемых, ну, и дальше идут распределения изданий по укрупненным группам направлений подготовки УГСН, другими словами. А вот если нажать здесь на кнопочку «Открыть», то откроется более подробная запись по УГСН. Каждую из этих цифр можно уточнить, то есть взять список, нажав на соответствующую кнопочку вот здесь, получить их в Excel, ну, это достаточно удобно, чтобы что-то дальше с этим делать. Да, там ниже еще есть, не стал приводить их, ниже еще есть показатели «Да», «Нет», ну, в общем, они не так интересны. Да, спасибо, не болейте. Книгообеспеченность. Ну, по поводу книгообеспеченности можно говорить достаточно много. Как правило, мы по ней проводим особый вебинар. Последний, правда, состоялся уже достаточно давно. Вот раньше вебинар по книгообеспеченности проводил я. В последний год проводит наш руководитель разработки Артем Захватаев. В последний раз, вот, ровно год назад, ну, на самом деле мы говорили и в других вебинарах про книгообеспеченность. Ну, вот, я вам рекомендую посмотреть запись вот этого вебинара. Вот ссылка на нее. Ну, практически ровно год назад Артем провел этот вебинар про книгообеспеченности. 20-20 у нас. Здесь только хочу сказать, что при помощи книгообеспеченности вы можете собирать книжки, которые необходимы для вашего учебного процесса и для того, чтобы отчитываться потом по этой характеристике. Русмарк, импорт информации из нашей электронной библиотеки в Абис, можно производить один из способов, вот такой. Вы можете выбрать пункт меню, который называется Русмарк. Дальше вы можете выбрать разделы или выбрать коллекции, которые вам, вами закуплены. Вот, и далее перейти к импорту. Вот импорт такой немножко усложненный. Тут можно выбрать разные параметры. Во-первых, вы можете выбрать формат вывода, либо ISO, два вида ISO, в кодировке Windows и в кодировке Unicode, UTF-8. Можете выбрать чисто текстовый формат. Ну, ISO-шные форматы, они удобны для непосредственного помещения, потом в Абис какую-то. Текстовый формат удобен в основном для ручной проверки того, что импортируется, чтобы глазами посмотреть на нескольких записях. Ну, и формат XML – это в основном формат, который удобен для интеграции, если такой всеобщий формат для программирования, при помощи которых для обмена данных, при помощи которых программисты обмениваются данными. Поэтому, если речь идет о какой-то интеграции, то формат XML достаточно удобен. Ну, и кроме того, вы можете выбрать один из способов группировки. Один файл, одна запись, либо все записи одним файлом. Но в этом случае будет достаточно большой файл, имейте в виду. Ну, либо такой промежуточный вариант блоками по тысяче записей. То есть, тогда будет некое разумное количество блоков, файлов, но, тем не менее, не огромное количество. Потому что, если один файл, одна запись, это будет просто огромное количество файлов, с которыми потом надо будет что-то делать. Это разумно делать, когда вы делаете небольшую выборку и ее сохраняете. Вот. Ну, кроме того, вы это можете делать точно так же, как и в состоянии смотреть состояние вашей подписки, можете делать по выборочным датам. По тем же самым сохраненным состояниям нашей системы, то есть, по тому, из чего конкретно состояла ваша подписка в данный день, вы можете попросить записи Русмарк, либо добавленные, либо удаленные. Вот. С такого-то по периоду, по такой-то период. Ну, понятно, что это удобно в том случае, если вы продолжаете с нами работать, и накопилась какая-то новая информация, которую надо в Абис перенести, или в какую-то другую систему, с которой производится интеграция, посредством записи Русмарк. Вот. И тогда вот берете только разностные характеристики, а не все-все-все вообще. А вот. Ну, хотел бы отметить, что кроме интеграции посредством Русмарк, есть у нас еще... А, есть у нас еще и другие возможности интеграции более глубокой с Абис. Абис, но это уже рассматривается в частном случае. То есть иногда интеграция производится через ERP, то есть корпоративную систему ВУЗа. Иногда интеграция непосредственно с какой-то Абис, который у вас установлен, там, с Ирбис или еще с какой-то. Вот. Ну, это уже надо конкретно обсуждать с нашими разработчиками. Решения достаточно... Ну, я бы не назвал их тривиальными, но они типовые. Вот. Все решаемо. Просто это уже частное решение между ВУЗом и компанией Директ Медиа. Иногда важно посмотреть, какой контент ваши люди запрашивали, но не получили к нему доступа. Для этого у нас есть пункт меню, который называется «Недоступный контент». В терминологии библиотекарей это называется «Отказы». Как формируются «Отказы»? Библиотека... ВУЗ всегда закупает какой-то частный вариант ЭБС. Он меньше, чем максимальная сборка. Вот. Поиск же ведется по всей... всех книжках, которые есть в ЭБС. Вот. И в случае, если на... Ну, по крайней мере, при стандартных настройках. Вот. Эти настройки можно сбросить и искать только в том, что есть конкретно в вашем ВУЗе. Если ваш студент нашел какую-то книжку, которая есть в нашей ЭБС, но вами не закуплена, то кнопочка «Читать» не будет активизирована. Вместо нее будет кнопочка, которая сигнализирует нам о том, что студент захотел эту книжку, но не смог посмотреть. Ему будут доступны данные этой книжки, и там, возможно, несколько страниц для просмотра. Вот. Соответственно, вы получаете информацию о том, в этом пункте, какие книжки были найдены студентами, они хотели ими воспользоваться, но не получили к ним доступа. Это хорошая информация для того, чтобы понять, каких книг недоставало при предыдущей закупке, и когда речь пойдет об продлении договора, подумать о том, чтобы, может быть, докупить какие-то коллекции или какие-то блоки, которые были для вас недоступны, вот, и принять по этому поводу решение какое-то. Недоступный контент точно так же можно смотреть по началу периода и концу периода, но в данном случае у нас этот период не нормируется на те запомненные состояния, которые вы сделали. То есть в данном случае для базы данных эта операция не напрягает базу данных, поэтому можно любой период с любым периодом сравнивать и, в общем, получать эту информацию. Вот. Можете получать просто в виде информации на экране. Ну, или можете скачать ее в виде, чуть промазал, по кнопке, скачать в виде Excel файла и получать эту информацию у себя дальше, анализировать в Excel. Статистика. Статистика находится в отдельной вкладке. Мы уже ушли из вкладки «Мой вуз» и переместились в вкладку «Статистика» вот сюда. И здесь есть пять подвкладок. Одну из них мы рассматривать не будем. Это подвкладка «Скаченные ресурсы». Она существует для совместимости со старым функционалом, уже достаточно старым функционалом нашей ЭБС. В свое время у нас позволялось скачивать закодированные варианты книг. Ну, потом от этого отказались мы. Но для совместимости со старыми применениями эта подвкладка осталась. Итак, мы с вами рассмотрим четыре подвкладки. «Просмотренные ресурсы», «Статистика посещений», «Рейтинги» и «Статистика каунтер». Самая такая развернутая статистика, вплоть до отдельных страниц, это статистика по просмотренным ресурсам. Это, собственно, статистика по контенту, по тому, какой контент более всего пользовался популярностью, и кто его заказывал, какие страницы были, ну, по крайней мере, просмотрены. Конечно, мы не можем знать, были ли они прочитаны или нет, но, по крайней мере, были заказаны, были показаны на экране этим людям. Вот. Эту статистику также можно показать на экране, либо загрузить в Excel. Ну, и здесь тоже действует начало периода и конец периода, то есть мы можем не за всю историю существования ЭБС на вашем ВУЗе, а в какой-то разумный период, например, за последний семестр взять информацию. Ну, и, наконец, если вы хотите посмотреть по конкретному пользователю, ну, например, там, какие книжки заказывал ваш проректор по науке, да, чтобы каким-то образом удовлетворить его интерес в следующей подписке, или ректор, или, наоборот, по какому-то преподавателю, не знаю, вы можете ввести здесь конкретный ID пользователя. Вот. И тогда существенно сократится та выдача, которую вы здесь получаете. Если же здесь ничего не ставить, то у вас полная статистика, соответственно, вы получите, по сути дела, рейтинг тех электронных изданий, который размещен в нашей, в вашей версии нашей электронной библиотеки. Информация о страницах, она сразу не появляется. Она появляется только в том случае, если вы нажимаете на вот эту кнопку. Тогда, ну, вот здесь достаточно скудная информация, потому что это тестовое. Скриншот взят в тестовом аккаунте, аккаунте, а вообще здесь вываливаются все пользователи, и по каждому пользователю все страницы, которые они посмотрели. Вот. Следующий пункт статистики, это статистика посещений, это статистика по пользователям. То есть, когда люди заходили, сколько раз авторизовывались, и, в общем, габаритные, некие габаритные параметры. Ну, не совсем габаритные, потому что они доходят тоже до конкретного человека, вот, по вашим пользователям. Здесь вы также можете набирать начало периода, любое начало периода и любой конец периода. Также можете здесь выбирать конкретного человека. Вот. Если нет, то, соответственно, будет по всем пользователям. И также можете это выгружать конкретно в Excel. Вот. Тогда эта информация будет у вас в табличке. Ну, а можете получать эту информацию вот здесь, прямо на вашей страничке. Она не такая уж большая, как правило. И вам доступен диапазон группировки. Либо по месяцам, либо по неделям. По неделям более точная информация. Ну, не всегда она, конечно, нужна. А вот здесь вот сейчас выставлен диапазон группировки по месяцам. Поэтому здесь вот отдельно по октябрю, отдельно по ноябрю и так далее. Вот. Ну, и тут изначально до нажатия на вот эту кнопочку вам готова информация по организации. Это, собственно, это вы. Это все библиотекари. А дальше все преподаватели отдельно. Ну, и отдельно все студенты. По ним информация такая. Такая самая простая статистика – это рейтинг издательств. Вот он в отдельной вкладочке здесь расположен. Тут просто рейтинг издательств по количеству просмотренных изданий за указанный период. И здесь тоже действует начало периода, конец периода. И здесь также можно указать конкретного пользователя, если это необходимо. Если не указан, то по всем пользователям. И здесь также можно по умолчанию производится показ на странице, на веб-странице. Но при необходимости можно эту информацию забрать в Excel. Ну, и, наконец, последняя форма статистики. Это последняя наша вкладочка. Это статистика по стандарту Counter. Такая статистика может быть интересна в том случае, если вам необходимо сравнить несколько электронных библиотек. В этом случае статистика стандартна. Ну, дело в том, что любая статистика в любой системе информационной, она в некотором смысле отображает видение разработчиков этой системы по тому, какая статистика вам нужна и как ее представлять. Но так как эти представления для разных систем могут быть различны, введен такой стандарт, есть такой стандарт Counter, по которому эта статистика нормализуется некоторым образом. Вот, у нас поддерживается 9 разных отчетов по стандарту Counter. Эта статистика выгружается только в виде Excel файлов, вот по этой кнопочке. Ну, а здесь вы выбираете вид отчета. Ну, и здесь, как всегда, выбираете начало периода, конец периода. И можете выбрать конкретного пользователя. Все как всегда в остальную нашу. Отчеты по международному стандарту Counter, они показывают использование по клипам, по поисковым запросам, по загрузкам, а также позволяют видеть отказы. Вот, отчеты группируются по месяцам. Да, ссылка будет, разумеется. Жаль, что вы не слышите. Давайте проверим на всякий случай, остальные слышат меня? Поставьте, пожалуйста, и напишите, что вы слышите. Запись будет обязательно. Ну, если человек меня не слышит, к сожалению, я не могу иначе донести эту информацию. Писать сейчас не буду в чате. Поисковые выборки. Ну, эта возможность, она находится не только в руках библиотекаря. Поисковые выборки могут формировать также студенты и преподаватели. Вообще любые. Любые роли могут их формировать. Ну, однако, библиотекарь может контролировать поисковые выборки в своем личном кабинете, видеть все, что было найдено и как они были сформированы. Давайте, ну, чуть-чуть коснемся этого вопроса. Поисковые выборки. В момент производства поиска у вас появляется выдача какая-то поисковая. По этой поисковой выдаче вы можете ходить и что-то выбирать. И, разумеется, не всегда вы можете захотеть сразу читать эту книжку. Скорее всего, вы захотите какие-то книжки отложить и потом их читать. Вот, собственно, это и есть поисковая выборка. Вы нажимаете на... Взводите галочки, соответствующие рядом с какими-то книжками, которые вас заинтересовали. И потом нажимаете на кнопочку «Сохранить выборку». У вас... У вас появляется запрос, такое вот окошечко, в котором поверх возникает. В котором вам предлагают сохранить эту поисковую выборку либо под новым именем и ввести, соответственно, какое-то новое имя, либо... Либо выбрать одну из поисковых выборок, в которую вы уже раньше формировали, и добавить в нее книжку. Ну, и, соответственно, в своем личном кабинете этот человек эту выборку видит. Но, кроме того, эта выборка появляется и в вашем личном кабинете у библиотекаря. Для этого вы должны войти на вкладку своего личного кабинета «Мои события». Здесь есть складка «Поисковые выборки». Далее у вас есть по ролям ваши личные поисковые выборки, выборки студентов, выборки абонентов организации и выборки преподавателей. Вот, например, мы выбираем выборки преподавателей. Открывается список преподавателей. Ну, у меня тестовый аккаунт, поэтому там два преподавателя всего. Вот. Нажимаете на конкретного преподавателя. У него поисковая выборка, которую он назвал «Физика и технологии». И в этой выборке три книги и кликабельный список этих книг «Методы квантовой оптики», «Математика для электро- и радиоинженеров», «Волновая оптика и квантовая физика». Вот это и есть, собственно, выборки. Таким образом, вы видите все выборки всех ваших пользователей, если хотите их проконтролировать. Ну, и хотел бы вернуться к общему функционалу, потому что он может быть полезен и для библиотекарей. На главной странице нашего сайта располагается каталог. Каталог претерпел некоторые изменения, ну, вот примерно год назад. И к обычному каталогу по ББК и разделам добавился каталог по УГС, окрупненным группам специальностей и направлений подготовки, который позволил удобнее подбирать книги именно для обучения. Так как ЭБС, ну, ЭБС, собственно, создана для обучения, но не исчерпывается обучением. В ней есть и научные разделы, и есть какая-то литературная классика, вот неправная литература и много других разных разделов, нормативная литература, справочники и так далее, и так далее. Но каталог по УГС позволяет искать именно по той части, которая интересна в обучении. И в данном случае тут вот можно выбрать конкретный индекс, и в нем дальше посредством многих фильтров искать типы издания, там учебные, научные, периодические и справочные издания, уровень образования, бакалавриат, магистратура, аспирантура, всякие другие могут быть уровни. По конкретной дисциплине подбирать фильтры и как-то их комплексировать. Если вот сверху вниз, комплексирование происходит по логическому закону И. То есть ищем учебные издания, которые в бакалавриате, и которые для дисциплины алгебра и теория чисел. По горизонтали, но здесь горизонталь не указано, можно, например, здесь выбрать несколько дисциплин, алгебра и теория чисел, там, не знаю, геометрия, еще какие-то разделы, еще какие-то дисциплины, и тогда вот здесь будет по закону И. происходить по горизонтали комплексирования. Кроме каталога есть еще библиографический поиск. Он действует примерно так же, и в нем действует примерно... Не, ну действует он, разумеется, по-другому, да? Вот, но в нем действуют те же самые фильтры, и кроме того, уже на этапе после поиска можно еще применить фильтры по авторам, издателям, дате публикации, в данном случае по году публикации, по дисциплине и по жанру. Вот, таким образом, вот, например, выбрать из 83 документов, которые надо просмотреть, ну, выбрать, например, только математику, и останется только один. Вот, библиографический поиск тоже был у нас примерно год назад обновлен, вот, и я надеюсь, что это, в общем, является в настоящий момент основным способом поиска литературы для того, чтобы потом ее читать. Вот, ну, кроме того, вот, вернувшись к нашему пункту про книгообеспеченность, хотел бы отметить, что там есть собственный поиск, но это особый разговор, там, в общем, он действует примерно так же, но внутри, внутри уже книгообеспеченности. Из наших новостей, да, вот, я хотел бы вам предложить посмотреть вебинар, который прошел у нас 9 декабря, который назывался «Кафедральная библиотека. Новое предложение от университетской библиотеки онлайн». Вебинар провела наша сотрудница Людмила Буркова, директором по связям с общественностью, совместно с Татьяной Телегиной. Вот, они рассказали о новом нашем предложении, которое позволяет формировать некие специальные блоки, блоки литературы. Это контентное предложение, не функциональное, а контентное предложение. Некие блоки литературы, удобные некоторым конкретным кафедрам. То есть, вот, конкретно блок литературы, который покрывает все потребности кафедры по литературе. Причем эти блоки могут быть как предсозданными, то есть, посредством труда наших библиографов, которые заранее потрудились так, и можно свои по этому поводу высказывать предложения от кафедр, не обязательно от библиотеки, можно прямо от кафедр и получать какие-то от нас составы, составы книг, которые могут быть, могут удовлетворить кафедру. Причем, я хотел бы отметить, что это предложение, оно адресуется как нашим подписчикам, так и неподписчикам. Если речь идет о неподписчикам, то речь идет о том, что это, собственно, способ комплектования. Вы можете заказать какой-то кафедральный блок, и это и будет вашей подпиской. Ну и, наконец, у нас действует система предзаказа, которая называется e-corsar, на литературу, которая не представлена у нас в электронном виде по некоторым причинам, ну, в том числе по причинам дырговизны ее. Это некоторый такой вариант складчины, что ли, да? То есть, если вы оставляете заказ на какую-то книгу, оставляете вы, оставляет другой вуз, третий вуз, четвертый вуз, то можно потом с этой пачкой заказов пойти в издательство и попросить эту книгу, а цену, соответственно, разделить между участниками. Вот переход на сервис e-corsar главной страницы нашего сайта вот прямо по вот этому баннеру большому. Вот. Ну и по поводу этой системы был у нас вебинар 29 октября. Вел, мы втроем вели этот вебинар. Основной докладчик был Александр Племник, Константин Николаевич Костюк был наш генеральный директор и я, как соведущий. было рассказано об этой системе, как она функционирует, как она помогает вузам собирать литературу. Была предыдущая версия Corsair без приставки E, ну а теперь она стала цифровой и вот действует в рамках E-Corsair. Это система, которая интегрирована в нашу нашу электронную библиотеку и ее можно начинать пользоваться. Ну вот, собственно, вложились ровно в час. У меня все и я жду ваших вопросов, а пока хочу сформировать список сертификатов, который будет доступен через несколько минут, буквально через пару минут. Так, я замолчал только потому, что совершаю некоторые действия, которые мне надо сделать для того, чтобы выдать сертификаты. Это займет совсем уже немного времени. сертификаты выданы, уведомления отправлены вам на почту, а пока мне остается только разместить вот эту информацию для вас о том, где все это можно сделать. Итак, вот здесь вы можете перейти по этому адресу, ввести в строку поиска свою фамилию или лучше электронную почту, под которой вы принимали участие в вебинаре. Найдется ваш сертификат сегодняшний. Это касается тех, кто принял участие в вебинаре, то есть был на вебинаре точно во время его проведения. Далее возникает кнопочка оплатить, электронная оплата через Яндекс. кассу и практически мгновенно появляется информация об оплате. Если она не проходит сразу, то пожалуйста подождите несколько часов, иногда деньги доходят не сразу. После этого по этому же точно адресу переходите, снова находите себя и кнопочка оплатить превращается в кнопку скачать. Вот и все. Вот и все, как правило, с этим все справляются хорошо. Если какие-то есть, если что-то не получается, но в частности часов через 12 или через сутки все еще вашего сертификата нет, просто мне пишите на почту, я этот вопрос уже вручную каким-то образом решаю. Спасибо и вам то, что были на сегодняшнем вебинаре. Мы стараемся каждый день проводить вебинары для вас по тем темам, которые интересует образовательное сообщество. Для тех, кто нас смотрит в записи, я повторюсь, ваши лайки очень для нас полезны, потому что позволяют нашим записям быть выше в рейтингах YouTube и, соответственно, больше народа увидят записи наших вебинаров, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С теми, кто сегодня был на вебинаре, я прощаюсь. Всего доброго, до...